Сейчас с нами на связи будет Валерий Калиновский, белорусский журналист. Пообщаемся с ним о текущих событиях. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня хорошо? Да, хорошо слышно. Как ваши дела? Где вы находитесь? Уже скоро год, как я не нахожусь на территории Белоруссии, после того, как фактически террор установил Лукашенко в отношении журналистов, правозащитников, когда тысячи людей находятся в тюрьмах, как политзаключенные. Десятки тысяч пострадали, убежали из страны, в том числе бежали из Киева, из Украины. Я был некоторое время в Киеве, но пришлось оттуда уехать ввиду надвигающейся войны России против Украины. Я уехал еще до начала событий. Валерий, можете немного для наших зрителей рассказать, чем вы занимались в последнее время, вот этих две ужасных недели, которые в Украине омрачили. Я не буду. Я работаю, слежу, работаю, но я не буду говорить подробности. Я думаю, что я не имею руководство, меня не уполномочит на это. Но я в теме, я слежу интенсивно за тем, что происходит в Украине, что происходит в Белоруссии, в России в меньшей степени, потому что понятно, что там происходит, легко понять. А сердце моё с Украиной, с Белоруссией, которая, конечно, тоже практически под оккупацию путинскую. Стреляют ракеты на Украину, оттуда идут танки, летят самолеты. Белоруссия, к сожалению, стала соучастником агрессии Родины, Украины, где я родился, а вырос в Белоруссии. Мать моя украинка, отец белорусы, сердце у меня разрывается просто от горечи и обили за одну страну и за другую. К сожалению, сейчас такая сложная обстановка. Но я думаю, что Украина победит, Украина выстоит, выдержит и сохранит свою свободу и государственность. Это в какой-то степени поможет тому, чтобы были свергнуты в конце концов диктаторские режимы Путина и Лукашенко. Я за последнюю неделю общался с многими гостями из Украины, из России. Более-менее имею представление о том, что происходит в этих странах. Но пока что вы первый гражданин Белоруссии, с кем я общаюсь. Хотелось бы от вас узнать, какие настроения сейчас в Белоруссии, в обществе, о чем говорят люди. Расскажите, пожалуйста. Ну, в Белоруссии, конечно, шок от этих событий. Мои родственники в Минске плачут. Да и я там сам готов иногда заплакать, но надо мобилизоваться. Панические настроения в отношении того, что же будет со стороной. Ввяжется ли Лукашенко в эту военную авантюру Путина. Мы видим, что Путин его все больше и больше толкает, чтобы уже солдаты белорусские пошли. Солдаты, потенциальные призывники, прячутся, удирают, чтобы, не дай бог, не попасть под какую-то мобилизацию. Лукашенко уже офицеров каких-то дополнительно призывает на сборы, так называемые партизаны. Подорожали цены абсолютно на все. В некоторых магазинах уже пустые полки. На заводе в ЛЖ под Минском уже каникулы, нету комплектующих. Он производит легковые автомобили. Ожидается, что станут гиганты белорусской промышленности. То есть ожидается экономический коллапс, так сказать. Ну, пока еще может быть какая-то... Еще как бы запасы остаются. Но это уже надвигается большими семимильными шагами. Беларусь, коэкспонтированная сторона, она рассчитывана на торговлю. Какая может быть торговля войны. И в условиях нещадных санкций, которые после России и на Беларусь также наклали. Ну и самый главный вопрос, самое главное, что волнует, чтобы все-таки белорусских солдат не послали убивать и умирать. за путинские интересы, за путинские фантомы на Украину, на украинскую землю. Это всех волнует, чтобы, не дай бог, этого не стало. Вот Лукашенко выглядит, конечно, он фактически уже пешка в руках Путина. Но еще как-то ему удается отбиваться. Солдаты не хотят, офицеры не хотят. Я думаю, что и руководство Минобороны не хочет. Они сейчас пытаются убедить население. Какие-то ролики создают, показывают, что все наши солдаты на месте, что мы там подогнали наши батальонные группы ближе к украинской границе, чтобы обеспечить свою территорию, стабильность. Вот такая пропаганда продолжается. Ну, верить, конечно, белорусским и военным, и министрам иностранных дел, да и саму Лукашенко. Ну, нет никаких оснований. Они врут нещадно, примерно так же, как и путинские власти. То есть они обещали, что не будет агрессии из белорусской территории. Она есть. Вот это волнует, потому что, если пойдут трупы, гробы из Украины на белорусскую территорию, хотя уже два водителя белорусских дальнобойных машин погибли под российским обстрелом, они на украинской территории попали под обстрел, не знают, как теперь родные, как вывезти их на территорию. То есть уже жертвы есть и в белорусские в этой войне, но не такие масштабные, как у россиян и у украинцев. Вот такая обстановка, такие ожидания. Ну, наиболее сложная обстановка, конечно, в Гомеле, в Мозере, в Лунинце. Жители Лунинца опубликовали фото и видео вот этих инверсионных таких следов взлета ракет, которые полетели из белорусской территории на Украину, бомбить города. Да, вот в Гомеле и в Мозере не хватает крови, переполненные морги, переполненные больницы, где лечатся раненые российские солдаты и пачками также их грузят на российские поезда. Уже мертвых удается вывезти. Вот об этом все говорят, все это видят, фотографируют. Тут же, конечно, действует всякая полиция, охранка, чтобы люди это не распространяли, чтобы врачи об этом говорили. Пытаются это заглушить, ну, в эпоху соцсетей, конечно, это заглушить не важно. Люди о всем это знают и боятся. Это надо. Валерий, а как вам кажется, Лукашенко просто вынужден, будучи полностью зависимым от Путина, идти у него на поводу и намеревается отправить своих солдат в Украину, а на самом деле не хотел бы? Или он и душой, и умом всецело поддерживает Путина и готов на это преступление? Вы знаете, вот сейчас немножко как бы привыкли к тому, что уже каждый день война, и шок как бы стал стабильным. И взглядываю назад, как развивались события там в январе, в певрале, как Лукашенко ездил в встречи к Путину, регулярно туда ездил. Я под управлением их, и он тогда высказывал, очень много говорил. Путин мало говорил, а Лукашенко много говорил. В выступлениях разных своих у него в ежегодном обращении к парламенту было там 60 раз слово «война» звучало. Он бы накликивал эту войну, говорил и Соловьеву, такому пропагандисту, что какая-то война, Киев возьмут за 3-4 дня и так далее. Он выговаривал все те, которые Путин ему рассказывал. Здесь очень подробности в деталях. Он домлен об этой войне, и его это возбуждало. Его возбуждало, чтобы вот такое еще случилось. Но, я думаю, он присмотрелся, первый шок от военных действий у него прошел, и он понял, что надо организовать какую-то лимитацию на белорусской территории. Украинская страна сначала категорически, но потом все же каким-то образом собралась на Припяти, потом на Белорусской пуще, на границах. Он пытался воротворца себе как бы вернуть. И в связи с этим оттенок для Путина введения Белорусской территории. И теперь это его такой козырь перед Путиным, что вот же мы все-таки организовываем эти переговоры. И дальше каким-то образом избежать, конечно, полноценного участия, полноценных санкций, полноценной ответственности как военного преступника. Я думаю, ему это, конечно, не надо, хотя такая готовность. С лапами, конечно, он готов трепаться и рассказать, что он так Киев возьмем за 3-4 дня. А на деле, конечно, он боится, он понимает, что белорусская армия слабая, белорусская армия немотивированная, нет желания ни у кого воевать с братьями украинцами, что белорусский, украинский народ самый близкий, много связей, много общих интересов, много общей истории, большая торговля и так далее. Вот это, конечно, ему и лично не надо, но он уже настолько привязан к Путину всеми нитками, потому что фактически в стране у него поддержки нет. Силы, которые больше лояльны Путину, чем вот эти, которые с дубинками бегают, вот, и издеваются над людьми самыми методами. Вот, за него не хватало, рейтингов у него нет. Российский народ, как бы, Путина поддерживает, да, мы так понимаем, белорусский народ Лукашенко давно не поддерживает, просто на штыках удерживает эту власть и только благодаря Путину. Вот, потому, конечно, сейчас он не хотел бы, но как он, так поступят белорусские генералы, вот, не в очень небольшой степени зависит от него, не от него, зависит, конечно, от Путина и от них самих, захотят ли они в этом всем участвовать. По ситуации на этот момент я понимаю, что нет, захотят, что все-таки этого не состоит. как бы, Лукашенко, что он не вступает в эту войну еще, показатель того хитрого человека, он видит, что Путин проигрывает, а в эту заведомо проигрышную войну нет смысла вкладываться и вносить свой взнос и теряться. Так что будем надеяться, что какая-то хитрость крестьянская ему еще подскажет, что, не дай бог, не надо, ну, что этого страшного, чего мы ожидаем и боимся. Валерий, вот нам известна и очевидна вся эта чудовищная пропаганда в России и масштабы ее влияния на население, в связи с чем огромное количество людей до сих пор поддерживают действия Путина, насколько я помню, это в районе 70%, по крайней мере, так было пару дней назад. А вот все-таки в Беларуси, какова сила влияния этой пропаганды? Есть ли там хоть какое-то количество людей, которые поддерживают Лукашенко, поддерживают Путина и готовы на эти преступления? Ну, какое-то количество, конечно, есть, потому что пропаганда российская, нещадная, она никогда не, эти все телеканалы никогда не останавливались в Беларуси. Мало того, сейчас и белорусские телевидения, телеканалы, и государственные, и всякая такая информационная, фактически вся эта система в пропаганду превратилась в копию российской. Вот они слово в слово повторяют то, что российская пропаганда. Но белорусы уже, скажем, в массе своей, я не буду говорить, что какие-то, скажем, старые люди или какие-то, может быть, россияне, потому что в Беларуси еще и россиян довольно много, больше миллиона живет. Они, наверное, еще не совсем порвались со своей исторической родины. То есть какие-то люди, которые это поддерживают, да, но это меньшинство, это абсолютное меньшинство белорус. И я так думаю, что в массе своей прозрели в 2020 году и совершенно нашли другие способы получать информацию в 2020 году и мобилизоваться, когда вот была эта народная мирная революция, удушенная Лукашенко в крови и репрессиях. Вот. И люди это все прекрасно понимают. Да и у меня еще есть россияне, друзья, которые родом из России, например, в Минске. Я с ними контактирую, они плачут, и они не спят ночами. Им ужасно стыдно и обидно за то, что их творит, их родина. Вот. Потому я думаю, что есть процент какой-то, но очень незначительный, вот, и который уже давно ничего не решает. Это не креативный класс, это не люди, которые умеют что-то произвести и сделать. Это люди преклонного возраста, которые вот остались в совке, с, скажем, мечтами о возвращении СовК. Да, возможно. И происходит еще дискуссии в семьях, есть такие отголосы. Самое главное, что вот я бы хотел обратить внимание, что вот мои коллеги, друзья, белорусы, которые тоже десятки тысяч удрали от Лукашенко, сбежали, беженцы. Такие же фактически, как и украинские беженцы. Меньше, конечно, не миллионы, а десятки тысяч. Вот. И они обижаются на украинцев, которые обвиняют их в соучастии в этом преступлении военном, что вы потеряли свою страну и допустили, что с вашей территории бомбят нас, идут танковые колонны. Вот. Это... Потому есть наша вина, что мы не смогли победить Лукашенко в 20-м году, что не могли бы его свергнуть, и если бы мы его додавили, тогда бы этого не случилось. Да, наша коллективная вина есть, слабость наша. Но, конечно, и обидно услышать эти упреки со стороны наших украинских друзей и родственников. Даже я слышал свой адрес упрек, хотя уже я-то сколько в поддержку Украины и демократию Белоруссии сделал, и делаю, и буду делать. И ясно, что я близко даже не воспринимаю и не поддерживаю, а панирую и Лукашенко, и Путину, и этим властям, постсоветским таким, постсталинским, да, как фактически. Но сейчас, наверное, все наши слова-оправдания заглушаются грохотом бомб, ракет и взрывов. Тут трудно добиться, чтобы нас услышали. У нас пропала связь, Валерий. Валерий, я вас не слышу. Друзья, к сожалению, у нашего гостя пропала связь. А, кажется, возвращается. Валерий, скажите что-то. Тут был перерыв, но я повернувся, так, знаете. Слава Богу, слухаем о вас. Да, так я хотел сказать, что обратиться тут к украинцам, белорусы, конечно, невиновны в том, как общество, как люди, не как власти. Вот, белорусы фактически стали такими же жертвами Путина и его сателлита Лукашенко, как и украинцы теперь страдают от него. Да, Валерий, к сожалению, это так. Тут сейчас этого не избежать. Общество разделено. И, конечно, под всеми этими взрывами бомб люди, к сожалению, срываются на обвинения и упреки. Но я вам хочу сказать, что вместе с этим многие, я думаю, даже большинство, понимают, что вины белорусов в этом нет. И это также касается тех россиян, которые осуждают действия власти, которые выезжают из страны, которые поддерживают украинцев. Но я призываю и вас, и всех относиться к этим обвинениям сейчас с пониманием, потому что этого не избежать. К сожалению. Ну, я бы сказал, что есть люди, которые искупляют нашу коллективную вину, как белорусов. Формируется батальон имени Костуся Калиновского в территориальной обороне Киева. Он уже принимал бои в Буче. Погиб наш боец, белорус Антон Литвин. Я не знаю, как его, сможет ли он домой быть похоронен, но в боях за Украину. Некоторые были ранены в тяжелейших боях. И вот сейчас формируется вот этот батальон, который добровольцы, белорусы, участвуют в защите Украины. Так что люди... Это наше оправдание, возможно. Вот это совесть наша. Огромная благодарность, Валерий, вам за такую позицию и всем белорусам, которые нам помогают. Нам нужно будет скоро заканчивать. Хочу задать вам последний вопрос. Сейчас практически все эксперты говорят о том, что своими действиями Путин приблизил конец своего правления. И в ближайшем будущем, так или иначе, вследствие какой-то силовой расправы, саботажа или военных действий, он уйдет тем или иным способом. Как вы считаете, будет ли это означать и победу белорусского народа над диктатором Лукашенко? Да, мы надеемся на это. Фактически единственная поддержка Лукашенко, Путин уже настолько себя дискредитировал, что я думаю, что российский народ в конце концов протрезвеет и отторгнет его. И таким образом и Лукашенко уйдет. Эти мастодонты должны уйти. И большая надежда на это есть, чтобы свободно жили наши народы. Я бы хотел, чтобы и российский народ почувствовал, что такое свобода и творческая жизнь, интересная, креативная. Чтобы и белорусы, и украинцы, чтобы мы вернулись к мирным временам без диктаторов, без этих самодуров, без войн. Хорошо, Валерий, спасибо вам большое за интересную беседу. Я с вами прощаюсь. Приходите.